Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я решила с вами поделиться своим практически уже летним настроением, а также своими покупками к лету. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Кроме всего, я приобрела себе новую тональную основу к лету. На этот раз выбор мой полна Герлен. Это тональный флюид, метеориты, из серии, точнее, метеоритов. Называется он Baby Glow. И компания Герлен нам обещает, что этот тональный флюид борется с признаками усталости на коже и подсвечивает кожу. Я решила... У меня, кстати говоря, в четвертом оттенке. То есть, если вы примерно как я выглядите, то вам нужен самый темный четвертый оттенок. Это на самом деле флюид тональный. И первые впечатления у меня очень положительные. Я думаю, что я об этом тональном флюиде буду снимать отдельный тест-драйв. Потому что, в принципе, я очень довольна, я безумно довольна. Он мне очень понравился. Но именно вот как он держится, как он меняется в течение дня, я почему-то как-то так вот для себя не отмечала, не замечала. И как-то к концу дня мне уже абсолютно все равно, как я выгляжу. А я решила, что я именно когда буду снимать для вас этот тест-драйв, я как раз-таки определюсь окончательно, крутое это средство или все-таки что-то в нем есть, что мне не нравится. Вот. Но пока вот первые впечатления самые-самые положительные. А все остальное вы увидите в видео, которое я буду снимать непосредственно об этом тональном флюиде. Следующий продукт также от Guerlain. Это новая их объемная тушь Sovalu. Тушь с силиконовой кисточкой, с отвратительной силиконовой кисточкой. Я не знаю, зачем я ее купила, потому что, в принципе, по кисточке тут было все понятно. Если у вас нет ресниц, если вы не используете базу на ресницы, то не покупайте эту тушь, обходите ее за 3-9 земель и всеми доступными методами даже не смотрите на нее. Потому что эта тушь либо для очень хороших, красивых ресниц, которые сами по себе от природы очень красивые и большие, либо эта тушь для, скажем так, ресниц, которые, скажем так, если вы любите всякие такие склеенные толстые реснички, если вас устраивает вид, когда у вас там было 3 реснички, стала одна, но она толстенькая и длинная, да, вот тогда, может быть, эта тушь вам подойдет. Мне она не нравится тем, что она дает эффект очень ненатуральных ресниц, очень пластиковых, очень жестких. И даже когда я, после того, как я нанесла эту тушь, после того, как она высохла на лице, она дает очень красивый изгиб, конечно, ресниц. Но у меня верхняя века, когда ложится на вот эту вот, на эту, скажем так, конструкцию из моих ресниц и данной туши, я чувствую. То есть я чувствую, что на что-то твердое у меня века ложится. Не знаю, недовольна, пока не могу к ней приспособиться. Какого-то действительно красивого эффекта, как, допустим, дает Леволюм де Шанель, я, например, от нее добиться не могу. Также именно из покупок в Литуале я приобрела себе от Пайо масло для снятия макияжа. Это масло у нас авокадо, с маслом авокадо. Потрясающе пахнет, потрясающе пахнет какими-то жаренными сладкими орешками. Фантастический запах. По качеству однозначно скажу, что... Так, кстати говоря, здесь 200 мл, то есть достаточно объемная упаковка. Оно очень жидкое. Оно намного более жидкое, чем, допустим, тоже масло от Dior. Оно достаточно жидкое при этом. Ну, оно мне... Я не могу понять, оно мне вот все-таки нравится или все-таки есть какие-то в нем минусы. Мне не очень удобно пользоваться. Я не могу пока определиться. Но за счет того, что оно жидкое, им нужно очень аккуратно пользоваться. То есть вы нанесли несколько, как, нажатий, нанесли достаточное количество на руки, вы сразу распределяете по лицу, потому что оно очень жидкое, оно может стечь с ваших рук просто-напросто. Далее, после этого вы распределяете по лицу. Единственное, что вот все это масло смывает, все прекрасно, но вот тушь, которую я перед этим показывала, Sovolume, по-моему, она не смывает так хорошо, как хотелось бы. Она, конечно, нужно повозиться, нужно потереть побольше. Все остальное смывает, конечно, очень хорошо это масло, и оно прекрасно работает и в прохладной воде. То есть у меня получилось так, что у меня был очень жесткий тест-драйв этого масла, потому что когда мы поехали на дачу, не ко мне, мы просто поехали, там было... Мы поехали на дачу, и там, к сожалению, не было горячей воды, и пришлось умываться такой прохладной водой достаточно, ну, такой вот. Оно прекрасно смылось, даже такой вот еле теплой водой. Оно прекрасно смылось, оно ставило очень такой хороший увлажненный эффект на лице. Мне не нужно было наносить какой-то увлажняющий крем, которого у меня не было, к сожалению, с собой. И при этом на утро у меня не возникло никаких высыпаний, воспалений, и потом через день уже у меня не возникло новых каких-то воспалений, высыпаний. У меня кожа такая же была утром увлажненная, красивая. И, в принципе, в этом плане оно мне, конечно, подкупило это средство. Очень мне понравилось, что в таких вот экстремальных условиях оно работает, оно прекрасно очищает макияж, даже с холодной водой, и при этом оно прекрасно увлажняет кожу и не вызывает каких-либо воспалений на кожу. Следующий продукт это любимый мой лосьон с эффектом загара от DAF. Я его покупаю неоднократно, покупаю его уже многие-многие годы. Увлажняющий питательный лосьон для тела, действительно, он хорошо увлажняет и питает кожу. Я человек как мучаешься со своей кожей, у меня очень сухая кожа. Летом я тоже мучаюсь, потому что она тоже сохнет, еще она раздражается от всяких купаний и всего остального. Потрясающая вещь. Очень хорошо увлажняет кожу и дает очень красивый натуральный эффект загара. Особенно в комплексе соля я хожу где-то раз в неделю или раз в две недели, на минут 7, наверное, в солярий, 5-7, вот так вот. И также использую вот это средство несколько раз в неделю, в особенности на ноги, которые в принципе в солярии плохо загорают, пока вот не наступает нормальное уже время, нормальное солнышко, когда можно позагорать на нормальном солнышке. Ну, в принципе, даже с натуральным загаром я использую это средство, как я уже говорила, в особенности на ноги, потому что оно придает очень красивый эффект. Во-первых, оно с блестками, то есть вы можете куда-то вечером пойти нанести это средство, у вас будут блестки на ногах, если вам нравится этот эффект. Во-вторых, в принципе, оно хорошо увлажняет кожу, и кожа становится очень гладкой и блестящей. Очень-очень крутая вещь, мне нравится, всем советую. И недавно у меня случился такой вот приступ лакоманьячества, и я прикупила себе новые лаки. Это лаки от AC, мои любимые лаки, я уже говорила, по-моему, во влоге. Потрясающие лаки. Значит, я купила вот такой вот нежный розовый оттенок с легким шиммером. Это оттенок Vanity Fairest. Потрясающе красивый оттенок, очень мне нравится, не согласна со всеми негативными отзывами по поводу этого оттенка, потому что мне он безумно понравился. Он дает такой эффект, скажем так, ленивого французского маникюра. То есть все равно просвечивает край ваш, вот этот вот, скажем так, отросший ногти. При этом он очень красиво сглаживается, очень классно смотрится. Смотрится как очень красивый, очень дорогой, добротный маникюр. Крутой лак, мне нравится, очень хорошо держится. Наносится в два слоя прекрасно. Далее оттенок следующий, Lilacism, тоже потрясающий красивый оттенок. Наносится прекрасно в два слоя. У меня он не полосит, ничего не делает, очень нравится мне. И следующий оттенок Mint Candy Apple я пока не пробовала, но меня, конечно, пугают отзывы других девушек в интернете о том, что он полосит, очень себя плохо ведет, не сохнет. А, кстати говоря, вот про этот лак я прочитала отзывы, что он дает пузыри. А у меня он не дает пузыри. Никакие он пузыри у меня не дает, такие внутренние, как он у меня не... Ведет себя прекрасно просто. Прекрасный лак. Вот, про этот я тоже читала гадости, пока поэтому ими не пользуюсь. Вот, но надеюсь, что все-таки он мне понравится и меня не разочарует. И также купила три лака от Colorama Maybelline. Вот такой вот очень красивый розовый, такой вот клубнично-сливочный лак, если можно так назвать. Он у меня сейчас на ногтях. Очень красивый, летний, яркий розовый оттенок. Это 26-й оттенок из серии 60 секунд. Он действительно очень хорошо, быстро сохнет. Мне он этим и понравился. Он действительно сохнет быстрее, чем лаки те же самые Essie. Потом я купила, не знаю, зачем я на лето купила, вот такой вот очень тяжелый, темный лак. Оттенок у меня 103-й. Он такой вот фиолетовый с розовым таким вот бликом, шиммером каким-то. Не знаю, зачем я его купила. Вообще я подразумевала, что это будет именно лак такой для педикюра, как и следующий. Но не знаю, буду использовать я его летом или он все-таки уже будет ждать осени. И следующий оттенок очень красивый, потрясающий. Это оттенок аналог бирюзовых кариб или каких-то голубых кариб от Essie. Лак в 80-м оттенке, тоже серия 60 секунд. Потрясающе быстро сохнет. Очень красивый оттенок. Прекрасно смотрится на ногах. Просто вот для педикюра это у меня будет на Амбу Ван. Я думаю, что летом очень-очень красивый. Мне безумно нравится. В принципе, про эти лаки могу сказать, что вот серия, мне кажется, очень крутая вот эта. 60 секунд, потому что сохнут они очень хорошо. Розовый мне не очень понравился, потому что все-таки в два слоя он дает местами не очень все-таки плотное покрытие. Но в любом случае он розовый, не яркий. Почему бы и нет? Можно, я думаю, что и третий слой нанести. Но я пока побоялась. Вот. Это вообще потрясающий лак, потрясающая ложица. Очень красиво. Он не капризный абсолютно. А суперский. Вот этот пока не пробовала. Последняя летняя-летняя покупка. Это, конечно же, селфи-палка. Я обзавелась селфи-палкой. Я вам говорила во влоге, что я очень хочу ее. Я, причем, приобрела именно вот такую вот палку. И у меня есть еще ножки к ней. То есть ножки цепляются к вот этой вот части. И можно использовать как штатив. То есть мне, в принципе, для айфона иногда не хватало штатива. Хотелось, чтобы у меня был и айфон, и тоже штатив. То есть можно использовать как совсем маленький штатив, можно использовать как такой более приличный. Палка у меня очень хорошо выдвигается, растягивается. Ну, сколько тут? Ну, сантиметров. По-моему, сантиметров 50 точно. У меня она растягивается. Очень классно выглядит. У меня она в золотом оттенке. Я обязательно вам скину ссылку в инфобоксе, где я заказывала именно свою вот эту палку. А, монопод, селфи-палка. Уже все говорят, палка-палка-палка-палка. На самом деле, монопод. Вот так вот телефон сюда цепляется. В принципе, вот этот вот захват достаточно крепкий. Я пыталась вытащить айфон из него, но это как бы не сказать, что это очень дико сложно сделать. Это реально вполне, особенно если ты профессионально этим занимаешься. Но, скажем так, не вот... Ну, есть какие-то секунды, чтобы, скажем так, не дать человеку это сделать. Вот, в принципе, меня качество устраивает. Очень крутая вещь. Буду делать фотографии, буду снимать влоги для вас. Также у меня в комплекте шел вот такой вот чехольчик, куда можно это все благополучно складывать и носить с собой. Что тоже плюс огромный для меня. Я это все не потеряю, не поцарапаю, не испорчу. Также у меня вот на этой палке есть несколько кнопок. То есть, обычно я видела у всех только одна кнопка фотографировать. У меня здесь кнопка включения и выключения, приближение и отдаление. Но приближение и отдаление на айфонах не работает, потому что у нас в принципе, по-моему, эта функция не предусмотрена. И также сама вот фотографии делать кнопка. Так, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, что нового вы себе прикупили уже к лету. Готовитесь ли вы активно к лету? Или вы еще пока в какой-то такой непонятном состоянии в зимней спячке? Какая у вас погода? У вас уже наступила такая теплая, классная погода? Плюс 20 или у вас еще там снег лежит? Не знаю. Готовитесь ли вы к лету? Делитесь ли вы своим настроением со всеми хорошим? И все. До встречи в следующих видео. Всех целую, люблю и пока-пока!